друзья всем привет 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 меня зовут анастасия крыштанович с вами впервые и сегодняшние эфиры мы проведем вместе друзья нас ничего не остановит проект glow проходит в любом случае потому что мы вот сейчас с вами находимся уже здесь независимо от того что пока наш аккаунт основной аккаунт заморожен мы понимаем и знаем что все будет хорошо мы знаем какие мы крутые классные и эти эфиры мы проведем в новом нашем аккаунте который у нас создан для красоты в том числе для сияния поэтому ждем когда присоединяются к нам все участники отлично рады приветствовать так ну что друзья сегодня 22 марта а это значит что начинается самый роскошный самый блистательный самый красивый проект весны это клоу так подключаетесь я вам несколько слов расскажу о программе глоу если кто-то из вас еще не знает это полноценный проект преображения о вот и преображение ничего страшного это все наше сияние наверное она и от вас и черток и сильной энергии это проект полностью рассчитан на то чтобы мы преобразили с вами и душой и телом будут проходить у нас бесплатные лекции фитнес тренировки различные косметические ритуалы к нам будут приходить супер эксперты будут психологические тренинги фейс фитнес в общем все 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 для того чтобы мы с вами сияли почему я говорю про красоту и даже не просто про красоту а про истинную красоту потому что мы верим что истинная красота это не только то что мы видим это еще и наш внутренний свет вот то сияние о котором мы будем сегодня с вами говорить и насколько я знаю 9 из 10 женщин боятся стареть боятся того времени когда мы уже не будем выглядеть так как выглядели в 20 но этот проект может изменить все что я вам хочу рассказать про наш квест это свежий формат он бесплатный для тех кто еще не знает и мы будем искать свою красоту мы будем искать свое сияние амбассадорами проекта стали три ну просто потрясающие девушки мы сегодня со всеми с ними будем разговаривать вы узнаете секреты вы узнаете про то как им удается выглядеть просто на не сто процентов а на сто пятьдесят процентов значит тетя мотя бизнес-вумен и телеведущая вы ее можете знать также как наталья давыдова актриса режиссер и художественный руководитель театра любовь толкалина и модель и актриса ольга ломакина они будут курировать каждый свою программу сияние свежести сияние уверенности и сияние мудрости мы поговорим о сногсшибательности о сиянии о любви к себе о том как как полюбить себя как нести в этот мир все что у вас есть и усиливать это в других людях и уже совсем скоро мы встретим нашу первую гостью модель актрису инфлюенсера ольгу ломакину она у нас является амбассадором и руководителем группы 25 плюс олицетворением сияние свежести в 17 00 мы встретимся с натальей давыдовой и поговорим о том как быть настолько уверены в свои силах и своей красоте чтоб просто покорять любые вершины и в 19 00 мы встретимся с неподражаемый любовью толкалины и поговорим о сияние мудрости и прямо сейчас друзья сияние свежести эта программа преображения для самых юных участниц наш первый амбассадор как я уже сказала это модель актриса и у нее самый стильный аккаунт в инстаграм поверьте мы смотрели многих зайдите на ольгу и сами в этом убедитесь но я думаю вы ее знаете это ольга к нам подсоединяется я скажу несколько слов откуда вы можете ее знать кухня крыша мира шоу холостяк обложки глянцевых журналов финал конкурса мисс россия именно там вы могли видеть эту очаровательную девушку ольга кажется владеет каким-то секретом который позволяет ей сиять и также выглядеть просто потрясающе в любом месте в любое время ольга я вас приветствую и я вас приветствую добрый день добрый день меня зовут ольга ломакина да я от себя хотела бы представиться и в первую очередь я хотела бы пожелать дорогим участницам удача в том что они принимают участие в этом замечательном бьюти квеста квесте glow на самом деле красота и сияние вот то как говорили немножечко ранее это не только то что мы видим это не только какие-то косметические процедуры это еще как раз таки то что у нас находится вот здесь важно быть не только красивыми внешне но и красивыми изнутри и излучать эту красоту вот сегодня мы как раз таки об этом и поговорим да спасибо тебе большое действительно об этом мы будем разговаривать ты подключилась и мне кажется у нас уже весь эфир засиял от твоей красоты от твоей нежности скажи а так было всегда вот когда ты поняла что ты красивая у меня достаточно был тяжелый путь в жизни я наверное у меня жизнь началась после 16 лет только потому что я можно сказать самого рождения я у меня были сложности со здоровьем у меня был атопический дерматит это когда вот вот мы как привыкли воспринимать свою красоту внешнюю я и себя вот так не чувствовала то есть я в зеркало видела абсолютно несчастного ребенка который мучается изо дня в день и вот что связано с красотой это стало происходить только два года назад то есть я себя стала принимать такое какая есть полное принятие произошло наверное вот промежутки год-два когда я стала заниматься работать с психологом и вот копаться во всем разбираться узнавать истинную себя почему так а почему не по-другому и я могу сказать что исследование себя которое происходит до сих пор это настолько уникальная история лично в моей жизни я очень благодарна человеку который меня поддерживает это психолог человеку который мне порекомендовал этого психолога и вообще в принципе жизни благодарна за то что вот все происходит так как вот то как оно есть ой то есть получается так что свою истинную красоту ты приняла только тогда когда приняла себя да и благодаря работе с психологом да а внешне были ли у тебя но ты говоришь про дерматит это то есть какие то у тебя были это конечно во первых у нас в двадцать первом веке вообще в принципе наверное в двадцатом очень жестокие дети и в школе когда мои одноклассники мои сверстники видели болячки которые чесались и я не была похожа на других детей меня обижали оскорбляли у них ну вот унижали можно сказать я подвергалась общественному буллингу вот этой вот травли и соответственно я приходила плакала в подушку мама ну за что и почему со мной вот так все происходит я смотрела на себя в зеркале зеркало и видела гадкого утенка вот потом уже когда у меня в 16 лет у меня уже все прошло я переросла мне появился молодой человек он вот начал мне показывать как мужчины должны относиться к женщинам к девушкам что они должны делать как они себя вести и вот тогда я еще поняла что ага я могу нравиться мужскому полу значит вы со мной не все так плохо вот ну я за счет мужчин пыталась отвердаться но поняла что меня это не наполняет я не могу находиться целостной наполненной только от мужского внимания и мне захотелось как бы копнуть глубже чтобы как бы моя чаша была максимально наполненной целостной соответственно вот как бы психолог мне помог этого достичь оля вот прям мужское внимание ты уже начала говорить шоу-холостяк возможно это шоу-шоу ради шоу но все же вот потрясающие девушки красивые умные успешные борются за одного одного вот этого мужчину это все же действительно много того что зрители не знают или у тебя есть какие-то ну я не наверное не скажу сложности со знакомством но все же вот почему ты туда пошла вот как раз я была на проекте где-то три года назад как раз таки и тогда у меня было абсолютное отношение я я была абсолютно другим человеком и у меня соответственно отношение к мужчинам было другое к себе у меня было отношение другое сейчас концепция проекта холостяк меня немножечко три триггерит и я типа как-то так я чтобы пошла сейчас добиваться мужчины добыть да никогда в жизни и я понимаю что вот мной ну какая-то другая сила владела я пошла туда на этот проект мне было интересно потому что во первых самоутвердиться во вторых тогда я уже как бы догадывалась кто это может быть у меня был интерес к данному мужчине так и оно как-то все в одну кучу сложилось я решила почему бы меня но на проекте меня очень но смущала вот эта конкуренция между девушками одержимость а вот он один а почему не я на свидание пошла и там так складывал складывались обстоятельства что хочешь не хочешь у тебя появится чувство вот в тиски загонялось все это так в таком напряжении девушек всех держали что ну наверное проект сделал свое дело да и зрители это чувствуют и участницы оля скажи туда ведь приходят действительно красивые вот в первую очередь красивые девушки и уверенные в себе успешные как ты себя чувствовала вот в этом коллективе то есть если вот это такая своя внутренняя ни на что не похожа уверенность вот тот стержень благодаря которому ты понимала я есть я ты не ты не боялась этих других женщин проекты я вот наверно только не но сейчас поняла что для проект для меня сыграл очень важную роль и эта роль была заключалась в том я никогда не принимала решений то есть я понимала что мне некомфортно я понимала что что-то со мной не так но я конкретно не могла осознать этого да принять какое-то решение и и у меня на проекте появился страх страх отвержения я переживала что вот мне сейчас скажут как бы до свидания вы наш дорожка расходится я ухожу домой с полностью разорванным каким-то сердцем душой и вот с этими переживаниями у меня жить было я понимала я бы жила настолько невыносимо что я сделала это первое ты приняла решение я приняла это решение уйти самой то есть не дожидаясь того момента когда мне скажут все до свидания наши дорожки разошлись вот и тогда я поняла что что-то со мной не то ну как бы вот это моя внутренне не было стержня внутренней уверенности а уверенность это же наше достижение это наши успехи это наша работа это наша красота это наша молодость ну как бы все все идет у нас изнутри да о чем мы в общем то сегодня и говорим Оля а дорого ли быть вот такой красивой сияющей девушкой ну я наверное хочу в первую очередь сказать о генетике потому что женская красота женская молодость это надо сказать маме бабушке прабабушке ну папе наверное тоже ну вот у меня лично опыт такой что у меня папа в свои 30 лет и у него все лицо было уже в морщинах поэтому я не могу сказать что он наверное что-то другое дал но я похожа на папу больше вот генетика ну а во-вторых я бы наверное в первую очередь вкладывалась во внутреннее состояние вот в это душевное изучение себя не один человек однажды очень мудрый сказал такую фразу что когда наша душа начинает тянуться к земле мы начинаем стареть а когда наша душа тянется к небу мы расцветаем и это как раз таки про то что когда у нас много проблем переживаний, забот и мы вот в этой во всей рутине завязаны наша душа тянется к низу а когда мы изучаем себя мы порхаем внутренне летаем все такие воздушные, легкие наша душа расцветает соответственно и наше тело цветет это понятно но все же если мы говорим о каких-то уходовых вещах если мы говорим о косметике о процедурах ну вот насколько насколько это тяжело дается и насколько это дорого я посещаю косметолога раз в месяц у меня на косметолога в среднем уходят от 5 до 10 тысяч рублей в месяц ну так как я хожу один раз для процедур это уход глубокое увлажнение или же это пилинг может быть ну то есть стараюсь инъекций никаких не делать был опыт особой разницы я не увидела а что касается именно косметических средств то это в среднем 10-15 тысяч в месяц в два ну то есть я один раз закупаюсь и уже там смотря насколько мне это хватает где-то на полтора месяца где-то на два месяца мне хватает средств вот у меня дороже выходит посещение психолога отлично ну да действительно это ведь составляющая часть как мы поняли твоей точно красоты ну я думаю Оля ты на правильном пути потому что сейчас ты выглядишь потрясающе ты говоришь спасибо нам просто шикарные вещи а скажи пожалуйста что вот сейчас ты понимаешь ты молодая что точно нужно делать девушкам вот 25 может быть до 30 лет чтобы выглядеть просто превосходно вот обязательно вот прям минимум каждый день не знаю каждую неделю каждый месяц спать я просто на своем опыте лично поняла что сон это 70% нашего здоровья и нашей красоты потому что у меня был одно время режим я ложилась в 3-4 часа вставала в 11-12 дня и я себя чувствовала максимально ужасно я не могла работать я не могла заниматься спортом и у меня начинала болеть спина у меня просто со спиной проблема спина начинала болеть головные боли я вот в этом режиме прожила месяц и поняла что все я так больше не хочу когда наладился мой режим ушли все проблемы вот вода водный баланс ну и я бы наверное все-таки от себя порекомендовала это так как мой опыт раз в полгода ходить просто сдавать анализы на витаминчики на гормончики смотреть их состояние потому что женский организм это странный предмет то есть сегодня все хорошо а завтра как бы не очень а почему не очень а чаще всего это бывает какая-то гормональная история либо нехватка витаминов определенных но опять же у меня есть доктор я к нему хожу прихожу говорю так мне не нравится мое состояние беспокоит вот это вот это вот это и вот это он такой так давай вот эти анализы ага а давай-ка витаминчики тебе и все то есть спать пить достаточное количество воды а спать кстати сколько вот твой совет вообще наверное 8 с половиной часов где-то с 11 и 8 с половиной часов то есть 7.30 8 если встать то это прям идеально но я не могу пока себя заставить в 11 ложиться потому что у меня в 11 еще есть рабочие моменты я ложусь в час но я эти 8 с половиной часов сплю да и на пути да когда-то будет такое что ты сможешь лечь в 11 так следующее это витамины бады есть что-то еще сон ну и вот чек-аут ТО ТО и как это как каждые 6 месяцев ТО ТО это супер но на самом деле еще можно туда же засунуть включить растяжку потому что растяжка она придает нам бодрости мы себя начинаем прекрасно чувствовать организм просыпается бодрствует и в принципе даже на настроение это тоже влияет так хорошо а скажи мне вот прям есть ли одна такая привычка у тебя в жизни кроме того что ты сейчас перечислила которая очень сказывается на твоей внешности без которой ты не можешь представить себе и дня прям вот привычка которую сейчас слышат девушки вот она эта привычка я у меня настолько живая ходячая мимика что это здесь сейчас ничего не видно но я каждое утро я умываюсь и мне кажется что мои морщинки две морщинки горизонтальных они настолько глубокими становятся я их и массаж и так и роликами и кремами посильнее начинаю напитывать это это на самом деле страх страх наверное постареть страх что ну как бы мы сначала дети потом мы юные потом мы становимся взрослыми уже вот там до 35 а потом начинаются возрастные изменения которые тяжело очень принимать это на психику влияет поэтому невозможно подготовиться то есть с этим можно столкнуться один раз и понять как бы либо да либо нет я у тебя спросила про привычку вот от которой ты скорее положительную да то есть если ты чувствуешь что у тебя вот это лоб ходит туда-сюда то есть ты как-то контролируешь да то есть это то что ты делаешь сейчас каждый день помнишь об этом я стараюсь ну потому что если я ничего с этим не буду делать значит у меня мне придется потом через какое-то время и косметологу прибегать и говорить а давайте но я не хочу для меня важно оставаться максимально естественной то есть то как наградила меня природа это про принятие то есть я себя сейчас приняла такое какая есть я поняла что вот спроси у меня что бы ты поменяла в себе ничего ну вот мне нравится отражение в зеркале я себя полностью устраиваю это потрясающий результат наверное на сегодня результат твоей жизни Оля это супер мы включаем комментарии друзья у нас есть прям несколько минуток чтобы Оля смогла ответить на наши вопросы а потом у нас будет блиц крайне-крайне интересный на который Ольга тоже нам ответит хорошо так сейчас да эфир сохранится друзья да эфир будет сохранен у вас будет к нему доступ так посмотрим что раньше так при этом передают нам отлично так такие красавицы наверное все заслушались а сегодня вот девушка девушка с Украины пишет что сегодня международный день воды то есть я была про вас с водой о друзья с праздником я я вас поддержу соком апельсиновым а потом можно и водички да обязательно так Олечка ну я думаю что наверное с комментариями мы пока остановимся все в шоке от красоты да да вот друзья какие у нас амбассадоры шикарные просто вот для меня это такая радость такая радость видеть красивых счастливых людей вот эти улыбки глаза сияющие это просто мне кажется это заряжает ну больше чем какие-то другие обстоятельства события вещества и так далее так так вы пьете коллаген какой сколько Ольга пока не пьет но мы я на самом деле планирую планирует вот вот я уже тоже сегодня пила кстати на вкус потрясающе это как даже вот такое удовольствие можно испытать в день несколько раз пока будем пить из этой баночки даже сама коробка я вот мне нравится ребят если бы я даже здесь не работала я бы все равно показала его так интересно узнать о вашем питании расскажите чему отдаете предпочтение Оля ох с питанием у меня особое отношение потому что в детстве меня мама приучила к диете номер пять то есть ничего жареного ничего острого ничего соленого ничего жирного и как-то вот так я и живу я продолжаю я настолько привыкла к этой диете что я дома либо отвариваю либо в духовке запекаю либо тушу то есть какие-то такие блюда иногда я могу и жирное поесть иногда я и мясо могу съесть и булочки люблю но я стараюсь как это сила мысли наше все если вы едите это с удовольствием то вы лучше вот в какую-то другую часть тела направляете вот эти вот вредные продукты или продукты которые допустим вы знаете точно в данное время не пойдут вам на пользу вот а что касается со мной я не придерживаюсь никакого питания вот мое питание это привычка из детства диета номер пять запомнили ответили да на самом деле как бы у меня не возникает желания там я бургеры ем ну там два раза в полгода мне мне чаще и не хочется единственное я люблю мучные изделия то есть это булочки это красанчики это паста пицца не особо но вот паста это прям любовь но сейчас уже есть паста без глютена поэтому там 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 можно еще как-то тоже выехать на всем этом да друзья ну понимаем что питание тоже у Оли практически идеальное поэтому наверное это все же комплекс мер по поддержанию такой красоты Олечка у меня последнее это для тебя это несколько вопросов будет на которые мы от тебя ждем быстрые не раздумывая ответы готова давайте да давайте попробуем самая любимая бьюти-процедура массаж чего лица так пластика за или против наверное больше против уколы красоты можно делать или нет кто как хочет кто хочет тот делает что сделать вечером чтобы утром сиять твоя фишка ой вечером утром сиять утром сиять не пить наверное воды на ночь и высыпаться да не ну выспаться и не пить потому что я допустим если выпью стакан воды я утром проснусь ну вот как сегодня вот такая очокшая я не вижу я вижу красивое самое красивое в женщине это внутренняя красота внутреннее сияние что бы ты убрала из своей жизни 10 лет назад однозначно вот сейчас понимая как надо жить а что бы точно добавила добавила бы уверенности и умения стоять за себя и убрала бы мягкотелость ну потому что это вот ну это то из чего я состояла и то что я сейчас убрала и то что я добавила но если бы я это добавила 10 лет назад сейчас было бы все по-другому и тогда бы Оля была совсем другая другая всему свое время Олечка и последнее и то что я такая тоже не зря я тоже так думаю Оля и последнее что ты пожелаешь участницам проекта Глоу в первую очередь я хочу пожелать вам прекрасного прохождения данного бьюти квеста в первую очередь это вклад в себя вы себя изучите вы вы что-то добавите к себе вы к своему здоровью вы приложите определенные силы которые вы не прикладывали допустим или то короче я вам желаю прекрасного прохождения уверенности сил терпения и любите себя как можно больше выбирайте в себя в любых ситуациях вот это да Оля спасибо огромное нам проекту Глоу компании Коралл Клад безумно приятно что ты наш амбассадор что ты куратор этого движения сияния свежести спасибо тебе большое за то что ты есть что ты с нами живи потрясающей жизнью развивайся я вижу в тебе вот этот огонь азарт не знаю вкушай ее полностью ты потрясающая и мы тебя любим спасибо большое мне очень приятно быть частью вашей команды и я хотела бы немножечко добавить от себя что я очень надеюсь что через 28 дней через месяц после прохождения бьюти квеста вы засияете еще ярче класс спасибо Олечка спасибо моя дорогая друзья благодарим нашу первую гость нашего амбассадора это Ольга Ломакина спасибо большое спасибо Ольга всего вам доброго спасибо до свидания друзья я напоминаю что в 17.00 по Москве мы встретимся с Натальей Давыдовой все будем знать о сиянии уверенности до встречи с Натальей до свидания до свидания